Это стадо ревущих бизонов с бесстрашными всадниками на пропавших бензином и маслом спинах ворвалось в магнитку на перегонки с большим хоккеем. Металлурги как-то сразу оказались причастными к суперэлите мирового спорта. То буре с могильным черкят черными чернидами чертеж в овале родной ледяной арены, то наш уральский хлопец в призерах кубка Кэмэла по мотокроссу. А Кэмэл Трофи – это место, где не только деньги большие можно заработать. Его победители – как олимпийские боги. Имена навечно на скрижалях мировой мотоистории. И вот закономерный итог соревнований нынешнего сезона. У меня в руках суперкубок. А у Витера Петровича еще один кубок. Как он называется? Этот кубок за второе место в чемпионате профессиональных команд Высшей Лиги России. То есть результат здесь наш, закономерный. Вы ощутили по итогам этих соревнований, что люди к вам пошли записываться в секцию? Мальчишки? Мальчишек сейчас больше, чем нужно, конечно. Приходят желающих заниматься просто сотни. Интересно узнать от вас. Люди уходят в рокеры? Вот эти черные кожаные куртки, ревущие мотоциклы без глушителей? В основном, если ребята уж как-то начинают заниматься мотокроссом, то они уже не уходят. Они любят уже гайки крутить, любят там заниматься. Вот это их жизнь больше всего, конечно, прельщает. Это спортивная жизнь. Вероятно, найдутся люди, которые мне возразят. Зачем, мол, появивать искусственно нам любовь к видам спорта, ну, скажем так, не являющимися национальными? Вот лапта, к примеру. Кстати, аналог бейсбола. Бокс, как куплет из песни про купца Калашникова. Да и несчастного купца-однофамилец, конструктора знаменитого автомата, просто врывается в аналогию с царевыми лучниками. Да мало ли на Руси забав было. И все это нашенское. Но зачем, так же искусственно, закрывать перед нами дверь в моторизованный Диснейленд? Одно отличие мотоспорта от голливудских чудес здесь все взаправду. На трибуны, которые в несколько раз превосходят по вместимости бразильскую Маракану и английский Уэмбли, блестящее мотошоу, которому не страшно даже ненастья, любую непогать перекроет зеленый долларовый дождь. Это что, вне пределов досягаемости для парней из Магнитки и Челябинска? Бельгия, Голландия, туда страны Бенелюкс, и там они занимаются. Многие стали ведущими спортсменами даже мира. Ну как ведут, там в десятки едут. Те, которые были, скажем, в сборной Советского Союза. А ты их всех знаешь, да? Всех знаю, конечно, со всеми встречаюсь. Ты мне всех выигрывал, да? Всех выигрывал и помогал, они мне помогали. То есть мне многие молодые. Нет, нормально, спорт жив, спорт будет жить. Это факт непреложный. Футболисты и мастера, клюшки и шайбы уезжают, чтобы там продлить свой спортивный век и приумножить славу российского спорта. Матогонщики тоже хотят. Но чтобы далеко уехать, нужно ездить научиться. И не только по трассе. Есть лабиринты, откуда не выбраться, даже с нитью Ариадны в руках. После того, как у нас в руках великолепные трофеи, не гоже говорить о плохом, а приходится, потому что сейчас команда в ситуации непонятной. Да, сложное положение с командой, особенно с финансированием на следующий год. Много появилось команд очень хороших, которые хорошо финансируются, и городской администрации, и предприятиями, при которых они созданы. То есть и наши спортсмены, которые великолепно в этом году выступали, сейчас, можно сказать, уже получили предложение перехода в другие команды. Если мы им не обеспечим на следующий год, те же хотя бы условия, что были в этом году, то мы можем потерять гонщика. Игорь Петрович, в принципе, если такая команда, которая создана за несколько лет, распадется, кто потеряет больше всего, российский спорт или городской, магнитогорский? В первую очередь, конечно, магнитогорский спорт. Сколько нужно денег? Ну, для того, чтобы нормально, конечно, команду содержать, на следующий год, ну, минимум 250 миллионов нужно. В год, да? В год, да. С шапкой по кругу, я думаю, не будет необходимости идти, или такая необходимость настанет? Да уже сейчас она настала просто. Хорошо, что есть на магнитке люди, которые относятся профессионально к проблемам спорта. Один из них – Константин Александрович Матвейчук, председатель Совета директоров фирмы «Кредо». Он финансирует деятельность нескольких боксерских школ, а с этого года взял на сайте, свое содержание студенческую баскетбольную команду мастеров «Кредо Академия», которая рвется в высшую лигу России. Мотокросс, вроде бы, не его дело, но позвали. Видимо, будет помогать. Хотя полностью решить проблемы гонщиков ему явно не по силам. Что ж, опять комбинат, комбинат, яви свое могущество. Это твои рабочие уже вкусили радость побед на захватывающих дух соревнованиях летающих гонщиков. Неужели дашь им улететь всем клином? Очень жаль, если обратно они пролетят с эмблемами на майках. Сургут, Самотлор, Новый Уренгой. Их там очень ждут. Вот ребята, которые участвовали, я знаю, в престижных коммерческих турнирах, типа Кэмл Трофи, они сумели как-то себе на жизнь заработать, для того, чтобы выступать бесплатно потом в этих наших гонках непонятных, чемпионат России? Ну, пока еще, скажем так, что они не сумели на жизнь заработать. Ну, только вот, конечно, на текущий период. То, что там хватает им на то, чтобы покушать, заплатить за квартиры, за бензин, за все. То есть пока еще нет такой аналогии со звездами баскетбола Хорватии, которые играют в НБА, а приезжают играть за сборную Хорватии бесплатно, так это из чувства патриотизма? Нет, конечно. Можно сказать, что мотокросс у нас только в России так вот серьезно начал развиваться. Ну, думаю, что прогресс налицо. Уже видно все эти тенденции, что уже эти большие гонки, интерес иностранцев к нашим гонкам, вот сейчас, которые проходят в Москве, смотрят уже на наших гонщиков. Уже есть кое-какие предложения на выезды, на контракты. А может быть обратиться Витя Петрович с кличем, нашим вот людям, магнитогорцам, которые заработали деньги, ну, я имею в виду богатых людей, может быть сделать кубок магнитки, где был бы хороший призовой фонд, куда бы съехались, какой-то такой МОЛ-Трофи, значит, люди, известные в России, гонщики. Это было бы огромное дело. Давайте обратимся. Давайте обратимся. Я обращаюсь ко всем людям, которые имеют деньги. А гонщики все, российские гонщики, они готовы к нам приедет, они любят нашу трассу, любят наш город. И все говорят, мастера спорта международного класса, что мы с удовольствием в магнитку приедем. Было бы здорово, если бы вот на будущий год в руках у нас были бы не только эти вот почетные трофеи, кубки, а кубок магнитки по мотокроссу, который вполне по силам, я думаю, организовать хорошим и умным людям в городе. Что же мое дело ловит? Это напугает. Видно, видно. Вот.